Решение своей проблемы дольщики ждали долгих 10 лет, дом, в строительство которого они вложили деньги, построили лишь на 10%, после чего застройщик обанкротился. За год это произошло. Еще кто-то поначалу что-то говорил, что-то как-то отвечал нам, пытался успокоить, все будет достроено, не переживайте, тут временные трудности, еще что-то. Потом все. Мы узнаем, получаем сообщение о том, что уже нам ничего не светит. Надежда на положительный исход появилась после встречи с главой региона Дмитрием Мазаровым. Совместными усилиями жителям и региональным властям удалось найти самый оптимальный вариант. Дольщикам уже начали выплачивать компенсации. 49 человек получили деньги. В ближайшее время на очереди еще трое. Всего в списке 65 дольщиков. Когда мы вникли в проект и поняли, что его эффективность фактически отсутствует, более того, я насколько понимаю, он мог бы быть сдерживающим фактором проектирования и строительства набережной, то нашли другой путь решения проблемы. Услышали, что называется, друг друга. Услышали, насколько для вас, конечно, это большая проблема. Выполнили обязательства, которые ранее на себя взяли областное правительство, областные структуры. Общими усилиями благоустроили и один из самых больших дворов в Тольятти на Южном шоссе. Проект жители подготовили сами, и он был включен в программу «Комфортная городская среда». Теперь здесь есть все для того, чтобы детям и взрослым было интересно провести время. Площадка комфортная, все уютно, нравится здесь детям, и все красочно, ярко. Насколько качественно во дворе провели ремонт и благоустройство, оценил глава региона Дмитрий Азаров. Та активность, которая здесь образовалась, то объединение людей, дух командности, который появился у соседей, он будет сподвигать людей, которые здесь живут, к реализации новых проектов. Они их будут заявлять, свои идеи, свои проекты, и всегда все светлое, доброе обязательно получат поддержку. Получат поддержку на региональном уровне, уверен, что и на муниципальном. По инициативе главы региона в области запущена еще одна программа содействия, которая направлена на поддержку гражданских инициатив. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События.